приветствую дорогие друзья на канале астрогор сразу хочу предупредить это еще не инструкция я так быстро не смог бы это все выпустить этот ролик посвящен тому что нужно приготовить когда уже выйдет инструкция чтобы вы уже были вооружены инструментом расходниками и все такое прочее эту идея мне подкинул мой друг охотник с канала только плюс чтобы хорошо было бы людям рассказать прежде чем выпускать инструкцию что нужно подготовить чтобы уже к тому моменту было с чем работать и также я прочитал несколько комментариев которые также ребята вот подсказали эту идею я посчитал что она правильная и поэтому сегодня выпускаю срочно короткий выпуск для того чтобы вас подготовить чтобы вы вернее смогли подготовить необходимые расходники чего начнем но тут мой первый экземпляр удивляет когда одна зрительница написала что в том ролике вы так и не показали свой прибор когда она вот так вот в кадре висела крупным планом интересно конечно многие зрители как-то так внимание внимательно смотрят поэтому у меня будет вам большая просьба сейчас смотрите внимательно чтобы не задавать смешных вопросов или какие-либо необоснованные претензии вот поэтому давайте начнем время не будем тратить она у нас у всех дорого первое что вам нужно подготовить это купить медицинский шприц на 2 миллиметра в миллилитра внимательно 2 миллилитра не 3 не 4 не 5 не 10 2 миллилитра и не спрашивайте а можно 3 может 4 именно 2 миллилитра именно шприц и не ничего более что его заменяет почему потому что он имеет ту форму и этот объем который необходим для правильной работы прибора далее вам нужны и будет два неодимовых магнита они вот такие вместе лежат и вот их сейчас разлеплю вот пожалуйста два какие размеры диаметр ох ты смотри как цепляется диаметр магнитов должен быть составлять 5 миллиметров вот пожалуйста так вот видно 5 миллиметров и высота этого цилиндра цилиндра вот вы еще попробуй измерь также должна составлять 2 миллиметра у 5 миллиметров вернее 5 миллиметров то есть диаметр 5 миллиметров и высота цилиндра должна составлять 5 миллиметров это наиболее подходящий размер я вначале пробовал вот такие шайбочки они вот маленькие у них тоже диаметр 5 миллиметров вот но толщина буквально на на миллиметра полтора два вот сейчас замерим а миллиметр даже миллиметр но этого этой силы недостаточно конечно может быть у кого-то нет других да вот имеется наличие таким тогда можно по 34 сложить в стопочку да и получится на одну сторону примерно такая же шайбочка как и вот с этим 5 миллиметровым магнитом сейчас не удобно с ними маленькие вот сложить стопочку побольше чтобы их придать им ту толщину которая на этом магните ну соответственно и сила тоже увеличится вот таком случае если у вас есть маленькие миллиметров иначе вам нужно будет 10 штук по 5 штук с каждой стороны вот а если у вас есть вот такие которые показал 5 на 5 миллиметров 5 миллиметров диаметре 5 миллиметров высоту то их потребуется всего лишь два штука положили далее не смейтесь но потребуется компас такой камера трусится момент у меня тут тоже все делаю на коленке потребуется компас для чего для того чтобы потом определить полярность магнитов это будет очень важно в процессе изготовления того прибора потом нужно будет вам проволока медная проволока обязательно медная потому что сейчас в магазинах появились алюминиевые алюминиевая проволока с обмеднением и с виду она похожа на медную это очень принципиально выбирайте только медную если будете покупать у продавцов то убедитесь в том что она настоящая медная проволока ну это вот у меня просто кусочек валялся где-то знаете как у мужчин вечно в загажниках чего только не валяется на всякий случай ну вот диаметр этой проволоки один миллиметр грубо говоря вот один миллиметр сейчас будет видно может быть там чуть чуть больше там на одну десятую ну вот в принципе одного миллиметра достаточно такой проволоки потребуется приблизительно сантиметра 60-70 не больше откуда ее можно взять можно взять в электромагазине пойти купить какой-нибудь провод ну например у меня такой провод замерить толщину вот тут тоже один миллиметр и соответственно купить там себе метр а потом аккуратно убрать изоляцию и будет как говорится то что нужно еще раз такого провода нам потребуется 50 60 сантиметров возьмите метр не ошибетесь на всякий случай останется запасе потом потребуется еще нам провод многожильный теперь внимание когда будете брать опять-таки вы убедитесь что провод по на настоящий полностью медный и сечением должно быть полтора квадрата в электрических терминах именно берется квадраты то есть толщина провода сечения провода должно быть полтора квадрата не два не три не четыре полтора почему полтора само это сечение но не принципиально вы провод многожильный здесь видите у него тут очень много всяких жилочек дело в том что именно в проводе такого сечения вот эти жилки необходимы толщины они тоненькие аккуратненькие и это именно то что нужно для того чтобы изготовить прибор потому что из этих жилок мы потом будем провод этот аккуратно с этого провода снимать изоляцию и вытаскивать отдельно жилки из них ведь проволоку уже совершенно другую а не такая которая в проводе запомнили до полтора квадрата сечением полтора квадрата именно в этом проводе будут находиться те жилки тоненькие из которых он стоит которые не нам необходимы такого провода потребуется ну метр двадцать метр тридцать берите полтора у меня на будто магазине 7 метр тридцать отрежет грубо говоря берите полтора тоже не ошибетесь так это я сказал теперь нужен будет кварц кварц где брать кварц ребята под ногами я находил кварц под ногами если кто-то живет в тех районах где и скалы или речки или еще лучше море значит пойдите посмотрите да вот видите вот он какой переливается вот так выглядит кварц или же может быть посмотрите если где идет строительство то бывает в щебенке находятся куски кварца поэтому кварца нигде не покупал и не спрашивайте меня где его купить я его беру как говорится под ногами многие спрашивали а как дробить как дробить кварц ну вот элементарно я сейчас не буду тут бить я просто покажу берем целлофановый пакетик вот так вот накрыли положили на жесткое место молоточком аккуратно бьем он будет сперва раскалываться на крупные фракции конечно же пакет будет рваться знаете так аккуратненько значит сгребли первые обломки сложили еще раз положили сгребли вот эти обломки вот так и опять молоточком простукиваем так чтоб эти кусочки не разлетались и таким образом потихоньку бьем бьем до того уровня вернее до того размера который уже будет приемлемый потом эти кусочки мы просеиваем до нужного размера вот а более крупный можно потом опять также подложить в пакетик и молоточком простучать опять их уменьшить до нужной фракции это я показал потребуется еще шунгита циолитовая смесь видите какая вот кстати хочу показать вот вам кварц уже просеянной до нужной фракции через что угодно какой какой найдете сито или друшляк в котором будет определенные дырки определенного диаметра вот просеиваете или уж можно набрать вручную необходимые кусочки для 1 для одного прибора там вам потребуется десятка два может быть кусочков не более готовим шунгита циолитовую смесь как ее делать есть инструкция на моем канале в плейлисте шундец ролик называется инструкция по изготовлению шунгита циолитового шнура рассказ о том как сделать шунгита циолитовую смесь начинается с 9 минуты 30 5 секундах то есть 9 минут 35 секунд с этого момента начинается рассказ как это приготовить там я показываю как я просеивал как я наносил шунгит на циолит вот ну я думаю будет там все понятно я сейчас поставлю тут скриншот как выглядит сам ролик чтобы вы быстрее нашли а еще хотел сказать по насчет шунгита все спрашивают где взять шунгит держит шунгит я ребята уже честно говоря устал писать одно и то же поначалу я не хотел говорить я говорю мы не хотим потому что нас уже начали обвинять в рекламе что мы чуть ли не стали шунгитовую магнатами его продаем на этом нажимаем все-таки сволочи простите за мой французский но в конце концов когда этого про стало много я писал писал я вот еще раз повторю и не надо мне потом говорить что я кого-то рекламирую но просто это мне уже безысходность запомните я шунгит брал магазине мир шунгитов магазин находится в карелии карельский и вот там его пробовал хороший шунгит я брал в виде порошка а потом этот порошок я наносил на кусочки циолита тоже заранее просеянные теперь о циолите тоже спрашивает где взять где взять где взять хотя в принципе google в помощь но чтобы не было опять днем повторения таких вопросов потому что это очень утомительно десятками раз писать одно и то же вот я брал шунгит в яндекс маркете вот такой пакет видите как он выглядит солид природная почва улучшитель питательный субстант органик смотрите запоминаете этикетку если вы хотите именно такой вот он виде как удобрения и вот она субстанция видите как камушки там большие маленькие опять просеиваем как был будет показано как вы увидите в ролике там где я рассказываю про шнурок как это точно урок так с этими материалами вроде мы а еще не закончили еще потребуется сейчас вам покажу термоусадка электрическая заходите в электромагазин как раз когда будете брать провода необходимые и возьмите вот такую термоусадку вот она так в таком плоском виде потом ее мы раскрываем и будем ее одевать на этот прибор ширина вот этой змеюки у нас получается примерно 12 миллиметров вот так вот видно 12 миллиметров больше не надо брать иначе она будет плохо усаживаться и будет плохо держать 12 миллиметров и меньше тоже иначе потом вы просто не оденете ее на этот прибор что еще так насчет шприцов возьмите два-три штука потому что вдруг чем-нибудь не пойдет не так они не так уж дорого стоит возьмите два-три штука чтобы потом можно было бы все что начать заново теперь из инструментов потребуется горелка вот у меня например такая горелка включается горит это для работы вам пригодится там нагревать термоусадку и потом зачищать провод я потом покажу как его тоже зачищать это все будет ясно горелка должна быть вот с этим так называем турбонадувом тогда будет удобно ее работать а не простая какая которая которую невозможно там направить именно с турбонадувом она может работать под любым углом желательно будет найти или есть у вас есть вот такие пассатижи загнутыми концами ну если у кого нет таких пассатижи можете есть прямые пассатижи но желательно чтобы они были маленькие они здоровы здоровыми вы просто не засунете вот внутрь туда шприца когда уже там и все поверхность подготовить это нужно для загибания проволоки очень удобно да и потом вообще в хозяйстве пригодится если есть возможность приобретите если у вас есть тут уже шикарно бокорезы бокорезы потребуется для откусывания проволок там каких-то кусочков подчистки вот у меня вот такие мы давно уже им пользуюсь если нет именно промышленных таких бокорезов тогда можно взять например там кусачки для ногтей ничего страшного думаю за изготовление одного прибора с ними ничего не случится так это показал потребуется еще дрель ну в моем случае шуруповерт дрель для того что нам нужно быть потом ведь проволоку специальную для оплетки тут некой альтернативе его я придумать не могу дрель нужно я думаю в каждом доме практически существует потом еще моем случае я использую дровер с разными разнообразнейшими насадками но я понимаю что они у каждого дома есть гравер и чем его можно заменить заменить можно например над филями над филями разнообразными ну как можно круглый можно взять плоский потом я покажу для чего они будут нужны или же использовать вместо гравюра такой макетный нож это для того чтобы удалять лишние детали со шприца потом я вам покажу почему это нужно также потребуется в этом месте ну потом узнаете сделать небольшое отверстие для того чтобы сейчас вам покажу где у меня а вот он чтобы продеть потом в него колечко и уже одеть шнурок потребуется конечно вот такие микросверла диаметром 2 миллиметра но опять-таки если у вас нет сверла значит берем какой-нибудь шило гвоздь приблизительного диаметра и просто нагреваем это все горелкой и протыкаем в пластике дырочку в нужном месте затем если где-то что-то будет торчать обрабатываем напильником так и потребуется вам еще супер клей вот я пользуюсь таким чем он хорош это отвердитель когда бывает многого надо заливать этот супер клей брызгаешь вернее тем отвердителем брызгаешь и все мгновенно застывает потому что как правило супер клей срабатывает от сжимания а если вы еще например это потребуется для приклеивания магнита да вот вы поставите в нужное место магнит замажите клеем но чтобы он быстрее качественный засов используется вот такой отвердитель он прыскается как спрей и вся эта масса мгновенно застывает ну если уж у вас его нету то можно просто супер клей взять но желательно гелевый придется тогда еще и подождать пока он застынет потому что быстро застывать он тогда когда он прижимается вот магнит сам магнит необходимо будет еще и по бокам промазать клеем как бы такая колбасочка вот она будет застывать долго если там он при соприкосновении он будет схватываться быстро то внешняя колбаска будет застывать долго вот для этой внешней колбаски и требуется вот такой отвердитель так что если нет такого клея значит просто гелевый чтоб он не тек так и еще один момент я забыл и еще потребуется термопистолет ну я думаю с таким прибором вы инструмента вы все знакомы без него как и без скотча ничего россии не делается поэтому если у вас есть вообще он каждом доме должен быть потому что очень часто приходится чем быть склеивать поэтому он потребуется но если его нету тогда начать придется все заливать вот этим супер клеем который будет именно гелевый но все равно желательно именно термопистолет вот по-моему вроде бы я ничего не упустил что для этого потребуется завтра я приступаю уже к большим съемкам они займут очень много времени поэтому друзья не думайте что через два-три дня вы этот ролик поскольку я хочу его снять качественно чтоб вам было все видно понятно и в процессе изготовления я буду вам еще рассказывать многие нюансы в том числе и в плане использования такого прибора в общем друзья смотрите готовьтесь заготавливайте что необходимо и я думаю лучшем случае на через недельку мы с вами увидимся и я вам уже расскажу все остальное крепкого вам здоровья и до новых встреч